Насекомые одни из самых древних жителей на Земле. Ученые утверждают, что они появились более 300 миллионов лет назад. Их изучением занимается очень важная наука – энтомология. Насекомые сегодня составляют 75% всех видов животных, населяющих нашу планету. Они обладают необыкновенным разнообразием форм и расцветок. Если приглядеться, то можно заметить, что у насекомых 6 ножек и обязательно есть усики. Они способны обитать в почве, на Земле, в воде и в воздухе. А в жаркие летние дни, когда насекомые оживленно летают, прыгают и бегают, особенно интересно наблюдать за ними. Большинство жуков в полете раскрывает свои жесткие крылья, которые называют надкрыльями. А золотистая бронзовка держит их сложенными. Но мягкие светлые крылья она выпускает через боковые проемы в надкрыльях. При посадке убирает мягкие крылья, как будто самолет-шасси. Этим свойством она отличается от остальных жуков. Величиной бронзовка с пчелу. Пластинчатые усики у нее желтые, голова и спина золотистые изумрудные, а брюшка медно-красные. Иногда к нам на огонек залетает огромный комарище. Он в несколько раз больше обычного комара. Называют этого гиганта долгоножкой. Ничью кровь он не пьет и не кусается, а питается нектаром цветов и соком растений. Длинные ноги помогают долгоножке спасаться от врагов. Хищник норовит ухватить его за ноги, а долгоножка взлетает, оставляя врагу лишь часть тощей ножки. Мухи-журчалки своим видом напоминают пчел, ос и шмелей. Они и жужжат также и полакомятся любят сладким соком цветков. Но если присмотреться, то можно увидеть, что у журчалок всего два крыла, а не четыре, как у пчелиной породы. Маскировка подъедовитых насекомых оберегает журчалок от птиц. Те редко их трогают, опасаясь получить укол. На самом деле ни жала, ни яда у журчалок нет. Семейство жужжилиц очень большое, все они хищники. На охоту выходят в сумерки и всю ночь бегают в поисках гусениц, слизней и улиток. Необычный наряд жужжилица переливается всеми оттенками синего, зеленого и фиолетового. В XIX веке из надкрыльев некоторых жужжилиц даже делали украшения, которыми расшивали женские платья. Из семейства жужжилиц особенно выделяется жук-красотел. На вид очень красив, темно-синий, золотисто-зелено-розовым отливом на крыльях и довольно большой, до 3 см в длину. Красотелые его личинки охотятся за вредными гусеницами, уничтожают насекомых-вредители леса. Получается, что этот жук настоящий лесной доктор. Прыгучие кузнечики могут одним прыжком преодолевать расстояние в 20 раз превышающее длину их тела. Но ноги служат кузнечикам не только для передвижения. На передних лапках расположены органы слуха. Острекочут они с помощью надкрыльев. Листоед великолепный, маленький, с полсантиметра в длину, жучок темно-изумрудного цвета с малиновым отливом. Похож на драгоценный камешек, отсюда его прозвище, великолепный. Называют его также яснотковым, так как любимое его растение, где он кормится и выводит потомство, яснотка. Кто хоть раз собирал или ел лесную малину, наверняка знаком с детками жука-малинника. Это маленькие шестиногие червячки-личинки, замуровавшиеся в ягодах. Они выедают душистую мякоть, и ягоды становятся сморщенными и гнилыми. Отъевшись в малине, личинки уползают в землю и там окукливаются. Вскоре из куколок рождаются жуки, серовато-черного цвета, покрытые густыми светло-ржавыми волосками, величиной не более 5 мм. Летним вечером вблизи водоемов часто встречаются стайки паденок. Они то стремительно взмывают вверх на своих прозрачных, довольно широких крыльях, то опускаются вниз, будто на парашютах, свесив как стропы свои длинные трех- или двухнитивые хвостики. Мало кто из них живет несколько дней. Обычно вся их жизнь укладывается в один день. Отсюда их название. Паденки. Летом на растениях довольно часто встречаются маленькие плевочки. Эти плевочки не что иное, как домики личинок цикадок пенниц. Личинки питаются соком растений и выделяют много жидкости, вспенивая ее через дыхальца и окутывая себя пеной, будто слюной. Всю жизнь водомерка проводит на воде, но от дождя, ветра и холода прячется на берегу. Водомерка – водяной клуб проживатого цвета, с коротенькими передними ножками и длинными тонкими задними ногами. Ходульные ноги помогают водомерке убегать от врагов и легко преодолевать препятствия. А когда все спокойно, она размашисто и быстро скользит по водной глади. У всех насекомых есть усики, а у жуков-дровосеков не просто усики, а огромные усищи. Их длина часто бывает намного больше самого жука. И дровосеками усачей называют неспроста. Они грызут древесину. Особенно ненасытны их личинки, которые в поисках пищи изгрызают деревья, превращая их в кучу опилок. Всего несколько личинок могут загубить целое дерево и превратить в труху деревянный сарай. Детские писатели и писатели-натуралисты нередко описывают увлекательные, забавные, а порой и сказочные истории из жизни насекомых. Некоторые книги являются своеобразным путеводителем по загадочному, разнообразному, разноцветному миру шестиногих. Они помогают нам увидеть насекомых, обратить на них внимание, узнать многих из них. Ведь только самому наблюдательному природа раскрывает свои заветные тайны. Субтитры создавал DimaTorzok